МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадиокомпании Гомелю. Студии працуя Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Знак поваги оборонцам нашей родимы. Сегодня у Гомелю Рачиста открыли памятный камень воинам-пограничникам. Отпочинок у вёсцы перспективы развития агроэкотурызма обмярковывать у регионе. Яны завсёды готовы пройсти на допомогу. Сегодня Международный день волонтёра. Сила у Немачи у Гомели прошла творшая встреча с поэтом Сергеем Сапоненко. И он приехал рассказать, что хвороба ни пирожкода ни семейному счастью, ни творчей реализации. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Белорусские и российские предприемства должны обновить объёмы взаимного гандлю. Про это заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором Курской области Александром Михайловым. Размова шла об умоцовании экономичных контактов и повеличении гандлю. Самая тесная цивилизь сегодня у промысловцев. 25 курских предприемств супрацовничают с белорусскими партнёрами. Купляют и поставляют детали, обсталявания и готовую продукцию. Протягиваем выпуск. Сегодня у Гомеля открыли памятный камень воинам-пограничникам. Все работы проведены за коштохвированием военнослужащих гомельской пограничной группы и ветеранов службы. На урожистостях побывал Олег Синитюров. Когда меркать по историчных границах, первые пограничники на территории сучасной Белоруссии заявились еще в девятом ста годе. Правда, границы у тебя в первом разумении тогда не было. Межа проходила, звычайно, по реках, болотах и узвышах. Да и сами заставы тогда назывались иначе сторожими, те у некоторых выпадках вартами. Новая история белорусской пограничной службы распочалась в 1918-м. Это был вельминскладанный период, об яким сучасные пограничники ведаются только по книгах и кинофильмах. Даю обещание перед революционным сумлением годностью без страха их истанию взмогаться за великую справу, якой отдали свое житие лепшие дети рабочие и селянские молоди за справу перемоги советской влады. Это одна спеших клятвовых, кто выходил на охову державной границы. Часом умовы заменялись, а леза оставалась оголовная, отданность своей справе, нехдедивши на все тяжкости. Были простейшие такие системы, которые, можно сказать, преодолевались нарушителям государственной границы. Ну, бывали случаи задерживали. Поэтому, в том числе и я участвовал в этом деле. Но это было давно, в 70-80-е годы. Ну, а в 90-е я уже служил в цивилизованном, так сказать, мире. Это в Тиеве, в Москве, в Симферополе. Вот, в последние годы. Это я формировал гомельский пограничный отряд. Гомельский пограничный отряд в ордене 20-х годов тому, у 21-31-го снежня 1997-го, и он приступил до оховы державной границы Беларуси с Украины, открытие памятного каменю не только Данина Паваги и историчным сторонкам. Так, этого часа у гомеля не было ни одного помника, присвеченного воинам-пограничникам. На знаку символы службы сокол и назиральная вышка, а так само вояву пограничников розных часов, это еще один символ совести поколений. И тут же надпись «Есть граница, есть держава» в тесном взаимодействии с органами местовой влады и населением програничных районов воины в зеленых фуражках притягивают оховы Беларуси. Очень хорошо здесь помогает местное население в охране государственной границы. Потому что большинство задержаний, они именно по информации от местного населения, а зачастую местные жители сами задерживают нарушителей законодательства. Личный состав гомельской пограничной группы занимает достойное место в системе органов притягивающей службы. За текущий год гомельской пограничной группы задержано 80 нарушителей государственной границы, больше тысячи нарушителей законодательства Республики Беларуси и государственной границы и правовом положении иностранных граждан на территории Республики Беларусь. В 170 случаях задержано товарно-материальных ценностей на сумму более 200 тысяч белорусских рублей. Приемная Белая Руси протягивает свою работу. В ближайшие дни тут можно будет отримать консультации специалистов о галине социальной обороны и процелоткования, а так само по земельных пытаниях. Завтра гамельчане смогут особисто звернуться до начальника городского управления по праце, занятостей и социальной обороне Александра Ключинского. Прием пройдет с 17 до 19 годину в будинку областного громадско-культурного центра на ЛАН-Е17, кабинет номер 305. Необходно попередне записаться по номеру телефона 70-43-00. В Семагаснежне тут же прием по особистых пытаниях проведет начальник землеупродковальной службы гамельского облвыконкама Александр Матарас, сфера компетенции, контроль оховы и рационального выкористания земель региона. Жадающих працовать у галине будовництва чекают 8-го снежня на городским кермаши вакансии, его организуя управление по праце, занятости и социальной обороне гамельского гарвыконкама. Вакансии пропонуют акционерные товарыства «Гамель-Прамбуд», «Будовничая треста», «Гамельский домобудовничий комбинат». Кермаш пройдет с 10 до 13 годин во управлении по праце, занятости и социальной обороне гамельского гарвыконкама по улице Пролетарской, 18. Тут можно будет проконсультоваться по пытаниях навучения будовничьим специальностям, переподрихтовки об повышении працевной квалификации, у темлику за кошт бюджету. Развитие у гамельской области агроэкотурызма обмяркует на местах. Рабочая группа облвыконкама наведая с выязанными посяжениями у все районы в области. До дела запрошена широкая кола особ – от уладальников агросядебов и представников турфирмов, до жадающих процедуковаться або распочать свою справу. Напередодни сустреша пройшла у Мазиры. С каждым годом индустрия гостинности на полесе поширается. Мясцовые краевиды, богатая историчная спадщина и добрая инфраструктура. Усё это в сукупности повинна сприять развитию туристичной галлины. У Мазиршины означают у дельники рабочей группы вельми высокий потенциал. Есть показательные агроусадьбы, тот же Самопанский сад и многие другие, которые сегодня могут достойно и очень хорошо представлять себя не только в Мазирской районе, но и в Гомельской области. Я еще одно питание, что обмярковывает нас устрече указ президента номер 365 об развитии агроэкотуризма, который уступит усилу на начале 2018 года. Документам нагадаем замоцовано право объектов агроэкотуризма оказывать широкий шарах додатковых послуху, тем лику проводить презентации, юбилеи и банкеты, продугледженный шарах инших мер, как уладальники садзи потремали новый стимул для развития бизнеса. Мы протягнемся жить за деянностью рабочих групп. Завтра наши корреспонденты наведают райшеский район и подсекаются меркованиями мясцовых господаров агросядебов и перспективами развития этой сферы. До других тем, сегодня означается Сусветный день волонтеров, людей, которые готовы прийти на допомогу тем, кто имеет им потребу. При этом лепшая плата, для них простая человечная удерженность. У свое свято лепшие волонтеры Гомельской областной организации Белорусского товариства Червоного Крыжа отримали заслуженные узнагороды. На церемонии побывали наши корреспонденты. Психологичная поддержка хворых, вырятование в надзвучайной ситуации допомога мало забеспеченным. Все доброе, что делает с товариства Червоного Крыжа, напрямую связано с волонтерами. Только в нашем регионе их около 2500 человек. Это 119 групп, которые готовы прийти на допомогу литерально в любую крупку Гомельщины. Белорусское товариство Червоного Крыжа сегодня – это наибуйнейшая гуманитарная организация Украины, в добрых справах сопротивляющая с медиками, воротовальниками, миграциейной и иншими службами. Тому каждый волонтер может найти у нее свое место. Напрамки деянности широкие, от профилактики и социальной допомоги, до реагования на надзвучайные и кризисные ситуации. До речи всех этой направки были представлены в холле городского центра культуры, где отбылось урочистое мероприемство, просвеченное Дню волонтера. Я хочу сказать, что в 98-м году я сама тоже пришла в качестве волонтера в Красный Крест. Это была железнодорожная районная организация. И вот за эти годы, это получается уже почти 20 лет, наиболее обширная деятельность волонтерского движения – это в последние 7-10 лет. Улигу волонтеров Червоного Крыжа – люди разных профессий и взрослых, и школьники, и пенсионеры. Самым активным съеху День волонтера вручились заслуженные узнагороды. Грамоты и подяки. Уся хоза сцены прогвышали 26 имен. И это только малая доля активистов волонтерского руха. По словах кировничества областной организации, без этих людей не отрывалось бы реализовать десятки важных проектов. В Петерском районе прорвало дамбу. Были затоплены деревни. Мы в течение трех часов собрались отрядом. Выехали туда для оказания помощи населениям. Какую-то гоментарную помощь привозили. Дедушкам, бабушкам, которые отказались от эвакуации. Непередаваемые ощущения, когда все-таки ты помогаешь, не остаешься в крайнем. Мы представляем Красный Крест в больницах. Ездим в школы-интернаты. Проводим какие-то игры, занятия. То есть делаем развлечения для детей, для подростков. Для чего я это делаю? Для того, чтобы какое-то для себя моральное удовлетворение получить. То есть помочь детям, у которых чего-то нет, что было у меня. Улыбки их, то есть слова благодарности, объятия. Больше ничего и не надо, потому что это то, для чего мы работаем. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадио-компания «Гомель». Сегодня «Гомель» принимает сучасное и будущее поколение навыковцев из разных городов Беларуси, а так само из России. Амаль полторы сотни человек, які стали удельниками навыково-практичной конференции от инноваций до эффективного вынику. Какие идеи на ее представили, доведались наши корреспонденты. 130 докладов, 17 научных установ-дельницы, 140 человек. Досвечены докторы, кандидаты наук, профессоры и студенты, починающие навыковцы-выноходники с Беларуси и России. Открытая навыково-практичная конференция от инноваций до эффективного вынику сустракает их в 7 раз. «Мы ожидаем, что дальнейшее сотрудничество наше улучшится. Приезжали ваши представители к нам, и мы приезжаем на протяжении 4 лет. По секциям будет выступление студента нашего, мы послушаем выступление ваших студентов. И я думаю, это тоже будет положительно сказываться на образовательном процессе». Незменной пляцовкой обмену идеями и опытом з'является Гомельский державный машинобудовничий колледж. И традиционная улика уделников конференции – наученцы этой установы. До их вынаходок уже зараз проявляют цекавость замежные компании, готовые поставить их идеи на промысловый конвейер. Сирот таких молодых людей Максим Кирьянов с его добровядомой польшаткой-тренажером. У Вогулины конференции працевало 6 секций. Тематика широкая. Огучены доклады по информационных технологиях, экологии, психологии, экономике, истории и краезнаустве. Журы оценила и практичные распроцовки, моделирование у сферы штучного интеллекта и макеты реконструкции военно-историчных подей и боевой техники. «Практическая ценность их в том, что непосредственно те, кто их делает, развивают свои навыки моделирования, а те, кто их смотрит, созерцает, возможно узнают что-то новое в истории нашей страны». «Наша система среднего специального образования, мы готовим квалифицированных рабочих. Но каждый квалифицированный рабочий должен стремиться каким-то образом поднять свой социальный статус, квалификацию и в дальнейшем широко участвовать в разных инновационных проектах. Это означает и его служебный рост. Я рад сообщить, что наш колледж приобретает вот такой инновационный характер». Ганна Ковалева, Марина Джала, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Угомель». «Сила у Немачи» – поэтичный сборник. Под такой назвой презентовали у Гомельской городской центральной библиотеки «Мя Герцена». Ее автор живы доказ думки, закладенной у заголовку. Сергей Сапоненко не может взять в руки ни лист паперы, ни ручку, ни какой-нибудь инший предмет. Все же все прикованы до инвалидного кресла. Но, не смотря на обмежеванные физические мощности, он достигнул успехов в мастерстве. С допомогой палочки, заматыванной на головном обруче, он научился набирать текст на компьютеры, а позднее писать верши. Он – автор девяти поэтичных сборников. На его верши написаны сотни песен, а книги выдаются в разных краинах света. А кроме того, на суперок природженной хворобе, детячему церебральному параличу, он удалил найти семейное счастье. Десять годов тому познайомился с будущей женкой. Зараз у их растет дачка. Семья живет у Калифорнии, однако, застается верная родиме. Свой девятый сборник, верши у Сергей, выросшел презентовать уродным городе особиста. На всю встречу с ним пройшли читачи, коллеги и близкие сябры. Дарайший сборник «Сила у Немаши» был выдаденный именовито у Гомеле. Амаль на 60 сторонках – творы, у которых закладены ауторский пошук, сенсу и каштовности життя, любовь и надеи на счастье. Я хочу подарить людям надежду на радость и на счастье. Вы удивили, что в любой ситуации есть выход. Я никого не хочу учить, но я просто делюсь тем, что было в моей жизни. Это впечатляет, поверьте. Дарайший за всем медауна Сергей Сапоненко стал створальником Международного доброчинного фонду под назвой «Сила у Немаши», який оказывает допомогу хворым детям. Одночасово до выдания рыхтуется наступный сборник поэзии. Юно-баший свет в наступном году. Это и иншая новина вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. Далее в эфиры «Спортивный огляд» с новинами спорта познайомить Максим Савин.